Дорогу жизни увидели камчатские школьники. Победители литературного конкурса вернулись из Санкт-Петербурга. Поездку в культурную столицу, где ребята посетили самые знаковые исторические места, им подарили краевые депутаты. Это уже третий такой подарок. Три года назад школьники побывали в Бресте, а в прошлом году в Москве. Организаторы сделали все, чтобы поездка была насыщенной, интересной и запомнилась ребятам надолго. Для ребят была подготовлена большая экскурсионная программа. Первая часть была посвящена событиям Великой Отечественной войны, в частности, событиям блокады Ленинграда. Ребята своими глазами смогли увидеть маршрут, дороги жизни, посетить памятные места и мемориалы, на которых происходили кровопролитные события этой Великой Отечественной войны. Во второй части поездки ребята познакомились с культурной страницей жизни Санкт-Петербурга, которая тесно взаимосвязана с событиями Великой Отечественной войны. Помимо этого, школьники почтили память всех погибших во время блокады Ленинграда на братской могиле в районе 30-го километра дороги жизни. Посетили Невский пятачок, где развернулся один из самых кровавых и трагических эпизодов битвы за Ленинград, и мемориал «Пулковский рубеж» – центральное звено зелёного пояса славы на Пулковских высотах. Они также осмотрели реконструированный бывший командный пункт одной из род 189-й стрелковой дивизии и возложили цветы к мемориальному комплексу «Ополченцы». Ребята признаются, что смотреть на памятные места своими глазами – это не совсем то, что читать сухие факты в учебниках истории. «Больше запомнилась, конечно же, памятник, монумент, посвящённый Тане Савичевой, в котором были её записи. Это было настолько душераздирающе, и очень надолго, я считаю, это запомниться. Свою историю нужно помнить для того, чтобы равняться на людей, которые пережили это, чтобы знать, насколько им было тяжело, чтобы в любой ситуации, когда ты думаешь, что уже всё, уже очень тяжело, начинаются большие проблемы, которые невозможно решить, чтобы ты знал, что выход есть всегда из любой ситуации, и победа будет с тобой до последнего и всегда». «Сегодняшний день был полон для меня некоторых открытий. Я не знал о многих событиях, которые происходили в Санкт-Петербурге. Я вообще не знал, что Санкт-Петербург – такой объёмный город в плане сражений, в плане различных событий. На большее меня, конечно, впечатлил именно Невский пятачок. До сих пор различная растительность покрыта то ли ржавчиной, то ли чем. Везде гильзы, жёлтая растительность. И даже не верится, что на каждом квадратном метре здесь проливалась чёртая кровь». «Очень яркие впечатления в сегодняшнем дне. То есть очень много мест посетили, которые посвящены именно теме блокады Ленинграда, Дорога жизни». «Что тебя больше всего запомнило? Какое место?» «Это записки Тани Савичевой и музей именно Дороги жизни. Когда маленькая девочка, 11-летняя, пишет о том, как погибает вся её семья, о том, как они все голодают. Это всё очень грустно. С чажестью на душе это всё наблюдать». «Человек, который знает историю, он учится на ошибках. Ошибках прошлого. История, она пишет не только писалась раньше, но и пишется сейчас. Мы каждый день пишем свою историю. А чтобы её написать хорошо, надо помнить старые страницы этой книги». Отметим, что историко-литературный конкурс среди учащихся старших классов общеобразовательных школ Камчатского края был инициирован три года назад депутатами Законодательного собрания Камчатского края. Он был поддержан председателем Законодательного собрания края, лидером Камчатских единороссов Валерием Раенко и включён в региональный партийный проект «Историческая память». Продолжение следует...